Каждый рацион Леонардо был разработан с участием крупных заводчиков племенных животных и ветеринарных специалистов и содержит в своем составе четыре профилактические системы. Первое – это профилактика образования зубного камня. Система SteyClean основана на формуле быстрорастворимого витамина С, который напыляется на гранулы сухого корма Леонардо. При попадании в рот кошки под воздействием даже нескольких молекул влаги витамин С растворяется и препятствует росту и размножению бактерий, которые живут в ротовой полости животного. Система HerbalControl защищает кошку от образования клубочков шерсти в желудке. Действия происходят из-за введения двух типов клетчатки. Первая клетчатка использует семена чи, которые под действием влаги десятикратно увеличивается в объеме, тем самым образует слизистогелевую массу. Она обволакивает шерстинки, размягчает их, препятствует скатыванию в клубочки, тем самым способствуя естественному выводу шерсти из организма животного. В зерновых рационах действие усилено добавлением ржаного сода, так называемой всем хорошо известной мальтпасты. Третья система – это профилактика мочекаменной болезни кожи. Она включает в себя следующие этапы. Во-первых, это строгое нормирование содержания кальция и фосфора. Именно благодаря действию этих солей образуются в организме камни. Чтобы этого не допустить, в рационах применяется мясо пониженной изольности без крупных трубчатых костей. Вторая часть этой профилактики – корма богаты высоким содержанием аминокислоты метианина. Для этого используют продукты, богатые метианином, такие как филе куриное, баранина и высушенное яйцо для усиления кислой среды мочи. В кислой среде песчинки не могут образовывать крупные камни, поэтому они выводятся естественным путем, не нанося серьезного вреда здоровью. Четвертое – поддержание естественного иммунитета система ПРОВИТАЛ. Суть ее в том, что вводятся в корм специальные антигенные комплексы, так называемые бета-гликаны. Добывают их из стенок пивных дрожжей, поэтому в составе кормов у нас указаны пивные дрожжи. В природе животные постоянно сталкиваются с бета-гликанами в естественной среде, поскольку в каждом микропочвенном грибочке, в каждой пылинке существуют комплексы бета-гликанов. Попадая в организм котенка, они вызывают иммунный ответ со стороны клеток, то есть при реакции на молекулы бета-гликана начинается синтез многоступенчатый иммунного ответа. Чтобы вызвать естественный иммунный ответ со стороны организма, мы должны делать все то же, как и в природе. Субтитры создавал DimaTorzok